Радио 54 И сегодня мы отправляемся, как уже ранее было сказано, в Южноафриканскую республику вместе с нашей радиослушательницей Юлией Усмановой. Доброе утро, Юлия. Здравствуйте. Доброе утро. Южноафриканская республика, я так понимаю, территория большая. Где вы были конкретно? Слушайте, ну я пролетела в Йоханнесбург, на самом деле не рекомендуем. Всем рекомендую поехать сразу в Кейптаун. Кейптаун – это замечательный город, это просто, это любовь всей жизни, можно сказать. Ну у меня много таких городов, в принципе, но это один из них. И Дорога Садов очень рекомендую тоже от Кейдам до Порта Лизабет проехать. А, это так называется Дорога Садов. Дорога Садов, потому что там все цветет, ну весной, да. Ну там в принципе зимы как таковой нету, у них всегда вечно зеленые есть какие-то растения, но вот именно на этой дороге там весной просто замечательно. Я, конечно, была осенью, и все равно очень круто было. Давайте начнем с того, как вы добирались из Новосибирска. Давайте начнем с того, что из Новосибирска туда добраться непросто. Из Москвы, надо сразу смотреть из Москвы. То есть летим в Москву. Летим в Москву, на самом деле мне повезло, мне всегда везет, потому что я над этим работаю. Хорошо, везет тому, кто везет, правильно? Серьезно, нет, я просто отслеживаю для, вот такой лайфхак сразу для путешественников, подпишитесь на какие-нибудь соцсети, где публикуют распродажные билеты, вот это вот они все отслеживают. Есть в Фейсбуке, ВКонтакте, там в разных... Ну понятно, да. Вот, увидела дешевый билет, собственно, очень дешевый билет. Прям цену, я не знаю, не стоит говорить. Правда, из Европы, да, из Европы до Хайнцбурга, было очень дешево. Ты сейчас 137? Ну нет, ну не настолько, не настолько. Ну прям очень бюджетно получилось, в Европы прилетело. Вот, и как бы дальше уже... А там на автобусе до Кейптауна? До Кейптауна можно на автобусе, можно на самолете. Вы знаете, я просто изучала этот момент. На автобусе ехать часов 20, на самолете, соответственно, где-то часа 2 примерно. Цена примерно одинаковая. Вот, что-то там порядка 50 долларов получалось, там, бюджетная авиакомпания, когда без багажа. А, имеете в виду автобус и самолет одинаковая цена? Примерно. Ну, на самолете дешевле, но не прям, не на много, да, там вам же еще доехать надо будет из аэропорта до вокзала, соответственно. Короче говоря, рекомендую сразу лететь, потому что, ну, это прям экономия там небольшая будет на автобусе, а по времени и, в принципе, по впечатлениям. И морально. И морально, да, ну, и в Йоханнесбурге просто, это, знаешь, такой город страшный немножко. Вот я еще и хотела спросить, чего же там так не рекомендуете? Слушайте, ну, там преступность самая большая, по-моему, там есть рейтинг каких-то самых опасных городов. Я, конечно, там во многих из них была, у меня так получилось, да, в Южной Америке, да, но Йоханнесбург что-то меня вообще поразил тем, что, как бы, ну, он вообще неинтересный, да, есть такие города, которые, ты можешь рискнуть, потому что, ну, интересно, красиво, что-то там посмотреть, там вообще ничего интересного нет. При этом он дорогой и опасный, ну, как бы, вот. Поэтому в Кейптаун. Кейптаун замечательный город. И что там? Он немножко опасный, но. Он немножко опасный. Градус опасности чуть ниже. Да, но это стоит того, там очень красивая природа, там замечательно, все, как я люблю, то есть, там есть и пляжи, есть и горы. Ну, у нас тоже хорошая природа. У нас тоже хорошая природа, да, замечательная, но у нас нет гор и моря, ну, как бы это, в общем, там есть и горы и моря. Мы не будем на больную мозоль. Да, 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 там, то есть, вы можете там и по горам походить для тех, кто любит, и поплавать там не сильно. Почему? Только для моржей. Там довольно холодно. Да, Атлантический океан, он, в принципе, прохладный. И там, берем, это Южная Африка, это там Антарктида, не сильно далеко, ну, как бы, не сильно близко, но там, как бы, прохладно. Вода холодная. Вода холодная даже в самые теплые дни купаться могут, так скажем, те, кто моральностойкий. Мы, мы, сибиряки. Русские, да, могут, я, нет. А вы кто? Ну, я, я только, я люблю, я просто те, кто были уже в теплых странах, да, привыкли к там. А Римское море, там Таиланд. А где там купаться можно? Какие-то места есть? Слушайте, там есть подогретые места. Может, бассейны какие-то доступные? Бассейны-то можно найти, это не вопрос. Я просто не искала, у меня была другая цель. Вообще, в принципе, это не пляжный отдых. Вот, понятно. Вот, давайте это отметим сразу, что ЮАР, это не пляжный отдых, это скорее, знаете, такой приключенческий отдых, посмотреть там природу, культуру, и то, что там не особо много, да. Колыбель жизни, в общем, да. Колыбель жизни, по-моему, это Эфиопия, да, если там не ошибаюсь, но это не важно. Просто красивое словосочетание мне захотелось сказать. Пусть и там будет колыбель. Колыбель жизни можно везде найти, при желании, привязать. А Симба, вот это вот пумба, вот это там? Симба, пумба, это там. Это Танзания, это Танзания, Кения, это Суахили, же знаете, да, что значит, Симба на языке Суахили, это лев. Вот, или это как бы вот, это там, в ЮАР, кстати говоря, про сафари, давайте тоже скажу. В ЮАР сафари есть в парке Крюгера, куда я не поехал. А, да, еще смотрите, такой момент. Вот там, где Кейптаун, дорога садов, вот это вот там юг, там холоднее, там нет Малии. Это очень важно для тех, кто хочет поехать, да, с ребенком, например. Потому что с ребенком, ну, как бы опасно ехать в такие малярийные районы, там профилактика нужна. Прививок нет от Малии, вы знаете, я думаю. Можно здесь поставить, у нас. Прививок нет от Малии, ничего вам не поможет. Нужно либо принимать таблетки, там несколько, все время. Либо... Пока там находишься. Пока находишься, да. И они плохо влияют на печень, их, в принципе, там не рекомендуют. Вот. В Танзании есть Малии. Ну, в общем, в принципе, практически во всех местах, где можно на сафари съездить, есть Малии. В ЮАР, вот там, где Кейптаун, дорога садов, там нет Малии. И там есть такие, знаете, game reserve, так называемые. Там, где есть животные, можно посмотреть. То есть они, как бы, как вам сказать, они не сильно в естественных условиях. Ну, они как бы живут в естественных условиях, но они там не родились, да. Их туда привезли, там как-то вот их там хорошо содержит. Это не зоопарк, но это как бы и не совсем такое, как сказать, естественное, прям, что они оттуда, от Энтенгеля. Вот. И есть такие места, и там нет Малии, да. Да, вот если там детей, я все что-то к детям привязалась. В общем, взрослым тоже Малии особо никто боится. Я как бы Малии не боюсь, я поехала там и дальше, но в Крюгере она есть. Крюгер – это самый известный парк сафари. Он, во-первых, дорогой, во-вторых, там есть Малии. Вот. В-третьих, все хвалят его, безусловно. Я не поехала. Почему? Почему? Потому что там есть Малии. Нет, я поехала, у меня было путешествие такое, я как бы придерживаюсь того мнения, что если ты уже летишь так далеко, а это далеко, то нужно еще рядом страны посмотреть. Поэтому я еще съездила на Водобат Виктория и в Ботсвану. А в Ботсване считается лучше сафари. И, ну, как бы по соотношению цена-качество намного лучше, чем в ЮАР. Вот как-то так. Ну, то есть там вы были на сафари? Я была на сафари, я видела Большую Пятерку. Знаете, что такое Большая Пятерка? Нет, нет. Если ты их застрелил, там, как-то похотился на них, к торфейной, это считается очень круто. Сейчас это для туристов очень круто их вообще увидеть. Вот их пять. Это слон, носорог, буйвол, лев и леопард. Вот если ты увидел эти пять животных в Африке, то ты крут, как бы. А там фотографировать-то можно было? У вас есть доказательства, что вы их видели? У меня есть доказательства, да. Ну, как бы, как сказать, у меня нет меня на фоне льва, потому что это как бы не очень... Ну, как бы опасненько немножко. Ну, да, есть. Ну, есть там видео, там все, доказательства есть. Всех видели. Хотя мама у меня на самом деле, ну, родители же, они вечно переживают. Они есть. Я им в WhatsApp скинула фотографию, лев там недалеко. Ну, как бы ты едешь на сафари-машине, она открытая, а лев, когда он тебя видит, он тебя воспринимает, ну, на машине, он Большое животное, он не нападет. То есть сафари-машина – это Большое животное для него. Вот если ты высунулся куда-то там, свою голову, зачем-то, да, то ты уже не перестаешь быть в безопасности, он тебя рассматривает как отдельного человека, до которого можно как бы полакомиться, да, скажем так. Вот. И мама у меня посмотрела фотографию, очень близко лев. Она такая, а кто фотографировал льва? Я говорю, ну, Яна, был зум очень большой, как бы, было безопасно. Вот. В общем, сафари можно организовать, можно организовать на любой вкус и кошелек. Вот как-то так. Ну, там надо смотреть. Можно сэкономить, да? Сэкономить можно, да. Есть там один гейм-резерв, который, прям, мы были в восторге. Вы знаете, в ЮАР, опять же, на дороге садов, недалеко от Порта Элизабет, это, кстати, дорога садов, она на юге проходит, на юге Южной Америки, да, о, Южной Африки. Там, там, Индийский океан, там очень красиво. А то я что-то географически не сказала, где. И вот, и там есть на этой дороге садов, вот, один гейм-резерв, где можно на своей машине заехать. Платишь всего 7 долларов. 7 долларов смотришь животных, то есть ты вот едешь, и там вокруг жирафы ходят свободно, да? Класс. Зебры, носороги пасутся, там антилопы какие-то бегают, то есть прям круто. Еще в отдельный вольер заезжаешь, большой вольер, прям такой большой, где машина ездит. Носороги, говорят, тоже опасно. Кто? Носороги. Носороги, ну, мы близко к ним, как бы, а там, в принципе, нельзя, там, специальная дорога, по которой все машины должны, а с нее не съедешь. А, нельзя съезжать, все ясно. Я уже слышала фразу на своей машине, то есть можно взять машину на покажу. Да, это очень важный момент. Рекомендуется арендовать машину в ЮАР. Я сама небольшой любитель арендовать машины, то есть у меня и водитель, как бы, так себе, и, в принципе, там водят, кстати, по другой стороне дороги, потому что это была колония Великобритании. Вот, то есть нужно перестраиваться, а при этом коробка механическая дешевле, чем автомат. Я люблю автомат, в общем, вот это все. Но, знаете, экономия прям реальная. Если ты берешь тур, он стоит каких-то безумных денег, вот очень рекомендую съездить в мыс Доброй Надежды. Это от Кейптауна где-то ехать, ну, час-два. Ну, вообще, в принципе, мыс Доброй Надежды. Там мыс, как бы, да, ну, шикарный вид. Ну, мыс Доброй Надежды, это вообще, это некоторые недобросовестные туроператоры говорят, что это самая южная точка Африки. Это не так, это как бы самая юга. Водопад, опять же, да, рекомендуйте. Водопад, это в Замбии, Зимбабве, но туда на машине вы не доедете, туда надо лететь. В общем, по аренде машины. Получается дешевле арендовать машину, чем ехать с туром прям во много раз. Прям, ну, знаете, удобство. Ну, сколько стоит в сутки? Машина 25 долларов где-то, ну, в сутки, да, ну, там еще страховка, там зависит, да, что вы еще там, бензин недорогой, насколько я помню. Мы просто, вы знаете, я как, еще лучше найти кого-нибудь, да, чтобы с кем-то путешествовать. Я на форумах иностранных нашла компанию себе, и мы вчетвером так замечательно проехали сначала до мысли Доброй Надежды, потом обратно в Кептан, и потом вот по этой дороге Садов. То есть по дороге Садов, кстати, я не знаю, сколько у нас времени, осталось, очень хочу рассказать, что там можно посмотреть. Вы знаете, меня что поразило? Там есть ферма по выращиванию страусов. Вот, там проводят экскурсии, можно покормить этих страусов, можно там посмотреть маленьких страусят, там же можно попробовать яйца от этих страусов, и можно покататься на страусе. Вы катались? Я каталась на страусе. Мне кажется, сложно удержаться на нем, нет? Да, да, сложно. Вы знаете, там такая техника, причем ты его как-то там обхватываешь ногами, а у меня, я у меня рост не сильно большой, поэтому я все время соскальзывала. Там при этом тебя сзади поддерживает работник фермы, чтобы они быстро так бегают. Слушайте, ну, страусы, у них как бы, вот для гринписа, да, у них мозг, насколько я знаю, меньше, чем их глаз. Поэтому они, в принципе, не особо соображают, что ты там на них катаешься и так далее. Ну, еще агрессивно они говорят. Да нет, они как-то, в принципе, я бы не сказала, они довольно нормально реагируют. Вы в тот момент поняли, как бы бегать себя чувствуют в избушке на курьих ножках? Ой, слушайте, у меня такая ассоциация. Это прям, ну, на самом деле, это опыт такой. Рекомендуйте. Такой, мне понравилось. Ну, не всем это доступно, если ты там больше то ли 70, то ли 80 килограмм не разрешат. Но это Африка. И там... Можно договориться. Можно договориться. Вот, да. Можно договориться. Это причем во всем работает. Да, Юлия, спасибо. Но последнее хотим услышать историю, которую вы для нас точно приготовили из жизни. Да, безусловно. Ну, будет про Африку. Смотрите, я была, пересекала границу из Зимбабве в Замбию. Это там, где водопад Виктории. И стояла в очереди на паспортный контроль. Ну, как мы обычно стоим с паспортом, чтобы паспорт штампануть. Там еще были местные. Там кто с чем. Там с чемоданами, с пакетами. И представляете, картину стоишь в офисе. В офисе. То есть, как бы там, где штампуют. Забегает обезьяна. Забегает обезьяна большой, такой бабуин просто. Это животное, не человек. Животное, животное. Да, да, да. Животное забегает, подбегает к какой-то женщине и выхватывает у нее пакет из рук. И выбегает. Прикол, знаете, в чем? Прикол в том, что она забежала, обезьяна, со стороны Зимбабве и выбежала в Замбию с этим пакетом, не проштамповавшись. Как бы? Я прям... И не догоняли? Побежали за ней, там, женщина, давай кричать. Побежали мужчины за ней, что-то они там то ли палками, то ли чем-то отобрали. Отбили. Отобрали, отбили, но еду спасти не удалось. Ну ладно, хоть паспортом женщина осталась. Ну как-то так. Вот это лайфхак. Вот что творится вообще. Спасибо большое, Юля. Действительно, приходите еще к нам в гости. Нам очень понравилось. Нам очень понравилось. Очень интересно. Юлия Усманова, спасибо еще раз. Спасибо.